АПЕКСЛОКАТР Уважаемые коллеги, сегодня я хочу вам рассказать о АПЕКСЛОКАТРе BINGO PRO. Этот АПЕКСЛОКАТР является помощником последние несколько лет, надежным помощником в условиях нашей клиники. Этот аппарат предназначен для определения рабочей длины корневых каналов при эндодонтическом лечении. Посмотреть, как работает этот аппарат, можно на демонстрационном режиме, который активируется путем нажатия вот этой кнопки и удержанием ее в течение одной секунды. В правой части экрана мы видим продвижение файла по корневому каналу, в левой части файла мы видим более детальную картинку корневого канала в опекальной части. Выключить демонстрационный режим можно таким же образом. Нажать и удержать кнопочку в течение одной секунды. Для начала работы с АПЕКСЛОКАТРом нам необходимо подсоединить кабель к аппарату. Присоединить к кабелю держатель файла и крючок-загубник. Чтобы определить правильность подключения кабеля к аппарату, мы должны соединить загубник и с держателем файла. На экране в правом, в левом верхнем углу мы увидим значок, который говорит о том, что мы все правильно подключили. Не рекомендуется использовать АПЕКСЛОКАТР БИНГО ПРО вблизи приборов, которые создают электромагнитные помехи. Дальше будем работать следующим образом. Ставим загубник пациенту, вводим файл в корневой канал, подсоединяем держатель файла к файлу и продвигаем файл в глубину, вглубь корневого канала. Для точности измерения диаметр файла должен соответствовать диаметру канала. На экране появится изображение файла внутри зуба, сопровождающееся двойным сигналом. Отсутствие изображения файла или звукового сигнала свидетельствует о неправильном подключении. Медленно продвигайте файл в канале. Продвижение файла внутри канала отображается на изображении в левой части дисплея. Масштабное же изображение продвижения файла мы видим в правой части экрана, а числовое значение отображено в левой части дисплея. Апекальная зона разделена на 11 сегментов в диапазоне от 1 до 0, как визуальная информация о движении файла. Когда апекс достигнут, шкала делений доходит до 0, появляется надпись «Апекс», раздается непрерывный звуковой сигнал. Наличие звукового сигнала позволяет определить, на какой глубине корневого канала мы находимся, не отвлекаясь на картинку дисплея. Красная капля крови на дисплее и надпись «ОВР» говорит о том, что мы прошли «Апекс». Хотела бы обратить Ваше внимание, в каких случаях аппарат может давать неточные сведения. При работе с пациентами, у которых есть металлические коронки, мастовидные конструкции, будьте, пожалуйста, аккуратны. При работе в корневом канале, который либо пересушен, либо, наоборот, чрезмерно заполнен жидкостью, необходимо проводить аспирацию, но канал должен быть влажным. Различные растворы и концентрация этих растворов также могут влиять на показания «Бинго-Про». Например, повышенные концентрации гипохлорита тоже могут давать неточные показания. Рекомендовано использовать 3% гипохлорит. Как мы поняли, аппарат может давать неточные показания, поэтому работа с апекс-локатором не исключает диагностические контрольные снимки. Также неточности в работе апекс-локатора могут быть при нарушении целостности держателя файла или провода. Если вы видите, что крючок у держателя файла изогнут и не плотно прилегает к основанию, нужно его поправить. Апекс-локатор «Бинго-Про» прост и удобен в работе. Желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok